На начало этого года на нашей республике наблюдалось более 35 тысяч детей с различной эндокринной патологией. Наиболее распространены, наверное, три группы. Это заболевания щитовидной железы, и здесь, наверное, наибольшая группа детей – это дети с обычным, простым или раньше мы называли эндемическим зубом. Число этих детей из года в год благодаря проводимой массовой йодной профилактике на государственном уровне постоянно снижается. Вторая группа заболеваний – это дети с нарушением углеводного обмена. Здесь я хотела бы сказать, что, к сожалению, на протяжении пяти последних лет мы отмечаем рост первичной заболеваемости с сахарным диабетом первого типа у детей в нашей республике. Это тот тип диабета, который является доминирующим. Эта тенденция характерна для развитых стран мира. Мы, к сожалению, здесь идем вот в таком тренде, и намечается омоложение числа случаев. Впервые выявленного сахарного диабета у детей. Есть классическая триада признаков начала заболевания. Это похудание, это полидепсия, когда ребенок много пьет, и полиурея, когда ребенок начинает много писать, в том числе начинает писать ночью. Наличие хотя бы одного из этих признаков является поводом для обращения к врачу. И третья группа заболеваний – это нарушение роста у детей. связано, наверное, с тем, что наши педиатры, не только детские эндокринологи, стали обращать большее внимание на эту проблему. Они обучены, то есть это уже наша заслуга, мы стараемся их обучать. И они больше направляют к нам детей для дальнейшей специальной диагностики. И вот эта группа также увеличивается из года в год.